привет друзья с вами вами и это вновь него 2 прошу раз прошли игру прошли дается в смысле игру пришли еще там 5 стримов назад или что-то подобное но сегодня пойдем на нг плюс сон сильного и будем разбираться с тем что тут происходит будем выбивать всякие вещи и все тому подобное ну да погнали смотреть вообще в первую очередь я хочу посмотреть на свитки которые у меня есть и посмотреть что с ними можно сделать потому что они как-то реролятся и я бы хотел разобраться как именно и наверное начну с этого который мне особо не нужен чтобы просто посмотреть как именно если они реролятся по одному статуту я бы наверное заре роли вот это вот потому что получаем элементальный урон защите и пофиг но сначала гол сюда настройки переноса свитка это как возвращает свиток с изображением неочищенный вид меня и его уровень предмет и рекомендуем уровень на уровне свитка с изображением использованного в качестве материала что во первых почему она не влезает во вторых что непонятно непонятно а на этом погнали за кадром я чуть меня у себя fashion не уверен что стало лучше а я не хотел еще один план есть также я чуть-чуть бегал всякие сумеречные миссии все такое и также чуть-чуть крафтил шмотную на никаких особых апгрейдов я там типа посклеивал пачку разных пушек чего громче чем обычно мне кажется это она у меня или это она в принципе может быть патчи сама у громкость потому что был патч на общем да я поставил всякие пушки но не досклеил до того чтобы моя основная стал лучше патч а да у меня не те душ это тоже немножко проблема у меня души на фарм потому что я еще пробовал потыкать чувака который я все-таки сделаю потешить чуть-чуть типа вот так также да сделаю вот так то что я на другом чаре играл там мне нужно было подбирать не только небесный шмот наш небесный шмот мне там не падает но в общем смируб я чуть бегал на того чувака который сайта и шумицу в общем с которого сет война меда посмотреть падает ли он все-таки на первом прохождении или нет то что мне кажется он должен падать на первом прохождении если он падает с него но мне за десяток троев или типа того ничего не выпало так что не узнаю не знаю окей были у вас проблемы записи не окум я почему-то записалось fps в 35 мы игра шла нормально от такого помогает она даже пишет на что я меняю затратки на было искусство но как бы если обе я запускать от администратора то он немножко лучше работает в этом плане но там какие-то другие косяки есть по интернету гуляет им бы билд в магию суть в оружии с обмазкой одним элементом и магии которые летающие шарики около персонажа другого элемента этого два элемента на вяжении конфьюжен и огромные уроны ммм оно не особо нужно мне кажется самое имбовое что можно в начале игры собрать это яд потому что так во первых этот дух заряд ядоспособность йокай и накопление противник яд то есть быстрее стакается яд на противники и обилки обилки духов накладывают яд блин я не помню что у меня второе было танген может быть не уверен но так же если я найду вот эта хрень урон в ближнем бою против врага с эффектом яд плюс 17 процентов и еще на тринкетах можно заролить то же самое урон против врага с эффектом яд там около 25 процентов по моему ролится накопление яда и урон яда одновременно можно заролить на тринкете то есть яд быстрее накладывается больше дамажит и еще и по отравленным в ближнем бою урон повышен а это знаками рок-рок би токсичный слайм бафает яд да там там есть еще что то в основном яд с наками потому что урон в ближнем бою против врага с ядом ядовитый слайм бафает только накопление что тоже неплохо рок-рок би по моему дает амрит не амрит а аниму урон способностью кай но тоже как бы более ситуационно ну ладно на самом деле нет не то что хотел на самом деле если свитки так работают то может мне стоит попробовать потыкать вот этот свиток еще потому что опять же получаем элементальный урон мне не кажется прям совсем хорошим но также мне не кажется прям совсем хорошей идеей сражаться с нагомасы и кацуэ так что может быть когда-нибудь потом а так что вместо этого поехали смотреть что дают за какие квесты и может быть проходить какие-нибудь из них за поезд дают миску кадама зеленую это мне сейчас не нужно за порождение дыма и пламени дают легендарным брацит может быть это мне нужно кстати думаю дорогого пройдем умраться всегда хорошо и спойлерите мне к какому моменту я узнаю что на странице осмотра кае можно нажать f2 r2 и посмотреть статистику моба и слабости и когда он поймет что средний стойк тратит меньше стамин при блоке она не тратит меньше стамин приводит она тратит абсолютно столько же сколько любая другая если не заролена на шмотке типа можно на пушке заролить что там затраты кино блок в средней стойке или еще что не такое тогда она тратит меньше кроме этого плюс блока в средней стойке в том что так на ходу у меня стамины не регенит в блоке ай а так регенит это единственное что меняется от блок в средней стойке а по поводу и кайну я где-то когда-то видел и не помню на каком стриме и когда но это не что-то прям совсем нужно типа статистика хорошо уязвимостей все такое тоже хорошо это нг плюс так что надо обратнее играть тоже нет все будут убивать достаточно быстро а также я всех тоже буду убивать достаточно быстро я кстати слегка попробовал на другом чаре посмотреть что можно сделать в билд дальнего боя и взял броню сайки которая за фулсет дает там типа 20 процент шанс не потратить патроны а всяко прицеливание вызвем выизвимое место и все такое и она невзабельное говно в основном потому что с луками кстати может быть лучше будет но с ружьем даже с ускорением ружей как стат а вот это вот самое быстрое как я могу стрелять после прицеливания жму прицел и сразу после этого жму выстрел и это полчаса это работает только когда враги меня не видят потому что если враг на меня сагрин то пока я достаю винтовку и могу выстрелить он успевает сделать 500 комбы убить меня нахрен тут у меня не зароли на ускорение оружия на самом деле разницы не заметил для первого выстрела там резисты еще мне просто странно было смотреть прохождение смоги без интересных сочетаний антирезистов а проблема в том что резисты в статах мобов показывает но обычно эти статы можно посмотреть уже после того как мы бы пару раз убьешь будешь собирать все трупы или просто бежать примерно босса и убивать только по дороге мобов скорее бежать до боссы и убивать по дороге мобов потому что на нк плюс зачем собирать трупы теперь буду слегка открывать шорткаты и смотреть где какие моба но прям весь лут хотя на самом деле есть смысл собирать весь лут потому что во всем лути бывают всякие там ясакани магатамы и прочие подобные вещи иногда ну ладно так секунду донатер из квадратов спасибо за 25 рублей мем собственного производства актуальной смешной нет секунду как-то так ног спасибо ясакани магатамы ждет тебя как фиксированный дроп на лоскве семейн сюжета я знаю но при этом она может раньше выпить выпасть правильно ну я знаю что правильно она может хоть на первом прохождении в дэйлт ок а на самом деле мне все еще нужно когда-то кстати а страшно мне нужно когда-то страшно во первых во вторых мне нужно когда-то докачать топорики и к стригаму так что может с ними побегать когда-то ок ок не уверен если честно в первой части могла во второй не видел такого хотя оранжевый может упасть начиная с момента появления next level лута а не зеленая тоже явно может упасть с момента появления зеленого лута но редко что ты слишком медленно себя убиваешь ладно а вообще на самом деле что у меня с топориками я с какими-то чуть-чуть бегал пока сумеречные миссии делал типа с этими там совсем чуть-чуть с ними чуть-чуть побегаем а по идее с так что солнце почему круто но по идее с себя ты к отцу и падает скил на топорике который он юзает который циклоны потом кидать топорики наверное с ним она намного намного лучше чувак давай здесь сражаться а посуды много падает а по идее кстати посуду можно продавать и нужно продавать вал ну которую я не использую по крайней мере так что может быть нужно этим интересно она кстати занимает мое место в инвентаре или нет наверное нет как с эти расходники но вдруг проверено могу наверное выкинуть может быть когда у меня древних текстов вообще где она не в материалах не пятьдесят девять из трехсот у нее свой лимит окей но при этом у нее свой лимит так что явно нужно продавать когда она не используется и и и и и и и и и чак давай драться блин как ему по рогу подать топориков как вообще нет вертикальных атак чё сундук молотый пандаторы все еще лучше обилку души монстра да прям дисбалансно лучше очень быстро станет хорошо дамажит дофига кейс носит как бы некоторые боссовые боссовские дпс не но их в комбах особо не поюзаешь а так а что я могу на топорики взять интересного за два скиллпоинта улучшенный бросок в средней стойке парирование не особо интересно выпад топориками вперед после своего удара будет ну пусть будет метайте топорики так что они вращаются вокруг вас и силы замахиваетесь ими когда схватываете ок а можно поставить сразу не топорики окружающийся краб хорошее название навыков 1 не знаю насколько это юзабельно кстати вполне не стоит спридеть в огонь что-то мне подсказывает что это не самый лучший план ну короче я знаю что эти приспамли в любой ситуации они и 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 с и Играет музыка. Ну, видимо, я спамлю эти две атаки и больше ничего. Ну, три атаки. Бросок в верхней стойке. Вот эту крутилку. И вот это. И больше ничего не делаю. То, что все остальное у топориков как-то довольно так себе. Пока что. Почему у меня эти стремы? Непонятно. Тут можно пробежать через огонь. А, не падать. И быстро попасть к светилищу. Чувак, серьезно? Теперь можно попытаться вспомнить, где лежит. А, ключ. А, ведьме здесь. И можно идти на босс. Зачем остальной уровень? Чуваки. Подбегаем мы эту стамину сносить, кстати. Отбросок. Да, блин. Вырубайся. Блин. Меня очень бесит этот босс тем, что когда он восстанавливает себя... Значит, когда он включает мир тьмы, что он обычно делает после того, как он в стонлоке, он дамажит этим вокруг себя. Какой-то более-менее вменяемой анимации там нет. Чувак, смотри. Тут есть столб. О, отлично. По сути, даже не только когда он включает мир тьмы, но когда он, в принципе, встает из стана. Он такой, ой, я стану ауэшкой и задамажу тебя. А, это не та кнопка. Лен. Не ту атаку использовал, которую хотел. Я хотел вот эту. Во, кстати, у меня есть краб. Краб хорошо его убивает. Окей. На самом деле, я бы предпочел проходить не такие миссии, а что-то более короткое. Но чуть-чуть легендарного мбрацета я хочу. Окей, я наверное, 160. Ничего хорошо по статам. Тут священный пепел. Тут топорики горного разбойника. И боевые топорики дёся. Ну, кстати, это священные топорики. Так что, кого пройдем. Там миссии на локна есть, если хочется. Ну, посмотрим. Отлично. Отлично. почему весь лут не собирать потому что инвентарь не резиновый это единственная причина а прям кто там кидается теперь никто и и и и и и и и и осталось все-таки окей долетит она сюда долетит я думал тут кто-то с тем-то сражается а тут кто-то со мной сражается это внезапно там за три действия можно выделить весь лут ниже зеленую и превратить в аниму хватает на 1 1 3 левого по ну первых вомрит тогда уж во вторых на таком уровне не это нужно штук 10 полных инвентарей скорее всего чтобы хватило на левого она черт кат который не особо будет нужен ну хотя если я рипнусь то будет я не планирую какой у тебя любимым вся в режиме духа наверное дикого духа чувак я был в перекате чек лендо ты грабы делаешь вместо нормального боя блин мне казалось это был бесконечность по мне я чё-то не так делаю или я просто ошибаюсь вот 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну, плюс топорики, которые могут быть лучше, чем то, что у меня. Вряд ли. Играет музыка. Играет музыка. Пара трасчевых обелок. Можно, наверное, их просто разобрать. Норм. Доступен третий регион. тут все служительницы и умбрацит не особо интересно во втором регионе косарегама тонфы луки все такое умбрацит умбрацит и резец по металлу за каждый main воздают так что не знаю а тут себя глядите чертежи это интересно как отопорить которые выпали кстати а хуже моих они без плюса печали они 161 161 без плюса короче надо чтобы из кого-нибудь выпали топорики нормальные ну да это я явно хочу сделать потому что это сядь что еще со союте это глефа тоже наверное можно локон самурая тоже наверно можно но погнали сначала сюда за копьем и чертежом сято видео под это гад сегодня будет не завтра скорее всего тоже и но и как мне жить без видео про галиком но я не сказал что видео про галиком завтра не будет надо взять улучшенный бросок в средней стойке так как-то массовая средней стойкой пользуюсь они верхней фига что у меня есть оказывается не уверен когда и зачем это взял я могу перепределить врагов откуда это у меня вообще прыжок через противник теперь с ударом удобно чувак нет не согласен мне кстати свиток какой-то выпал уже на прошлом клести надо глянуть почему этот прыжок не привязан карате типа у других пушек обычно такие-то эти прыжками они привязаны к тому что я попадаю противнику и прыгаю от него тут я просто прыгаю так что даже если я промахнулся если противник убежал куда-нибудь в сторону я перепрыгиваю пустоту это как-то немножко странно можно так прыгнуть нет нельзя так спрыгнуть это не так ниже жаль нет я был выниматся броска Продолжение следует... Продолжение следует... Некрасивый вид. И левел, кстати. Я не помню, что я качал. Прям совсем не помню. Но, видимо, сложение... Можно равномерно качать суважение силы духа. Продолжение следует... Продолжение следует... Как же эти черепа бесят, когда бегаешь с костетами? Продолжение следует... Все еще скажу, что бросок глифа намного лучше, но его нужно выбивать. Так что его у меня нет. Ок. Плюс класть. И плюс чертежи. Шмот, который мне совершенно не нужен, но ладно. Гуглинем, что за свиток, по крайней мере, был. Так, это нужно разобрать. Так, это нужно разобрать. Нет. Да. Затратки при защите, Йокио Ниби. Без босса вообще. Не, ну я пройду, но это как-то... Как-то так себе звучит. Что у меня, кстати, по топорикам? Ээээ... 104 тысячи. Скоро можно будет их выкинуть. Ты не... Йокио Ниби. А. Идеально. Короче, тут еще будут маги. Нет. Ах, это не замедление. Тогда профиг. А. Ну или не профиг. Много магов. О, не биво двородов. О, не биво двородов. Блин, сколько их здесь. А, это не то, что я хотел. Вот это то, что я хотел. Сверху. Сверху. серьезно ладно тут можно фармить душу они бы это хорошо то что они на самом деле довольно полезно но в остальном как так все все плюс амрита и плюс урон в средней стойке вот это неплохо кстати надо будет когда-нибудь свой свиток природить если у них всякий урон ролица это хорошо так ну и и я уберу остальные 2 оставлю ладно так гость а чертеж глефы не очень хороший но пусть будет хотя квеста тут мне не нравится на пирог свитков вполне роли царь шириняк на инвула кстати я не считаю этот стат особо ценным типа мне хватает дефаутного так что зачем чтобы не были на за новые жесты всякие вас так ну ка идеально это как-то слишком беззвучно это то как стоял бенкой в преддверии я хотел так же стоять но но мне не было этого жеста но одна остальная мы видели уже что нового на них и плюс это еще не дошел расположение врагов ну и зеленый шмот начинает падать после прохождения игры на это он и не на нг плюс начинает падать но на нг плюс он начинает падать выше уровнем наш нг только 150 максимум а тут уже 160 падает свитки чертежи всякие в наградах за квесты блин а можно меня не будет яд за один тик накладываться это было бы круто мне на простом нг 160 падает уже часто по моему он не может за спам ли на камни покаяние еще до но это не что-то с чем я особо вообще разбирался идеально стоп он выезжал или нет или что это туда можно спуститься куда он упал так наверное нормально недолет да 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 Играет музыка. Появляются ли новые вариации врагов или расширяются муси от у старых? Это борда для меня в свое время стала в этом плане откровением. Пока что не уверен. В первой части, начиная с СНГ плюс 2, добавлялись новые атаки некоторым врагам. Тут появляются ДЛЦ-шные враги в основной игре. Опять же, начиная с какого-то НГ. Потому что эти НГ добавляли вместе с ДЛЦ. Типа просто Сон Сильного, который у меня сейчас. Он был изначально в игре, так что на нем нет врагов, которых с ДЛЦ добавили. Следующие сложности с каждым ДЛЦ падают, добавляли. Так что там в обычной игре спавнятся враги из соответствующих ДЛЦ. ДЛЦ для Глефа нашелся от лучшей. Ну, пока что лучшийся для Глефа это... Эммм... Двойная меда. Хочу ли я вообще это все зачищать? Не уверен. Наверное, нет. Гео! 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 Субтитры сделал DimaTorzok В принципе топорики даже норм Когда на них всякие навыки пооткрываешь Более поздние Типа со всеми вот этим Перепрыгивания с атаками Вот эта фигня Ну броски понятно Вот эта фигня Оно все не сразу открывается Прям сильно не сразу Типа это вообще самый крайский U3 Прыжок с атакой тоже Но после всех этих инвоков Оно вроде норм Можно взять в нижней стойке еще такой бросок Да Какое у тебя сейчас любимое оружие? Глеф, наверное Отличная атака В помещениях не работает В помещениях не работает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok мой друг сегодня купил красавец x racer я сижу на обычном языке и что думаешь вайт про черенец компом все-таки а геймерские кресла это полный дрожь насчет кресел языке я не знаю наверное наверное по-разному блин чувак и все мои стамины потратил у меня было потом я забыл кирова так чая чая норм ну плюс чертеж плюс трешевые души и поехали куда я хотел что это майн квест но видимо гол ради локона немножко странный кажется эта локация она как бы во первых она вырву глазная потому что дождь но сама лока как бы с одной стороны интересная с другой стороны я понятия не имею как правильно проходить потому что сначала два пути до середины и потом середина до конца еще два пути и как то получается что либо идешь сначала по одному потом по-другому обратно и потом снова по одному из них вперед чтобы ну короче лишь лишние по округу проходишь либо просто не идешь по одному из них и тогда не защищаешь один из этих путей ну ладно ну ладно ну ладно чувак почему ты такой неудобный то есть я перепрыгнуть а ты как-то крутишься что у меня вперед это не вперед получается и краб помогает и я могу как минимум она нормального левого как максимум не по моему я не докачано в общем да я могу идти не могу идти сюда или туда что дает черта вроде бы короче один из этих путей шорткат не очень помню какой да м суда мы обойдет сам не могу как-то стали опаснее мне кажется на этой сложности что они не так хорошо стану учиться и отпрыгивает вместо этого как на твой взгляд выдаваться босс интереснее чем основной игре или на такое наверное интереснее по большей части ну да вот тут развилка я могу пойти через деревню в которой мир тьмы или я могу пойти через лес которым змеи или я могу спрыгнуть зовут вообще более хороший план замечал что суда мы иногда говорят что им надо и давали они тебя что-то очень ценно но они иногда говорят но это мало что меняет мне показалось что первый босс во втором третьем даваться намного страшнее чем финальная но в третьем финальный довольно легкий он легче чем в основной игре финальный босс во втором во втором финальный босс электрическая хрень правильно и она электрическая хрень этим немножко напрягает чувак не пойти ли тебе нафиг своими бомбами чего-то пары при броске иногда два раза дамажные иногда один а вот хрен его знает может быть по большим мобам они успевают два раза против пока летят или что-нибудь такое и в и и и и и и а блин стал змеи также я забываю что у меня есть это удара в такой ситуации от не помогает а нет нет не хочу вниз но я хочу короче вах солнце души не черт кат и помню там еще кто-то сыграл снег не и светилище и наверное все равно пойду в мир тьмы и зачищу там я мауба если если он также как на первом прохождении было его генерирует и с нее высокий шанс на эссенцию но не павел это не мауба энке хотя я могу бы тоже тропнет как норм не дождете недолет эти лови или нет блин серьезно пока то лучше был с первых трех регионов многомасса в третьем регионе или в четвертом я не помню что за сет у тебя такси от кинго но трансмогнут в разные вещи это броня уголовной палаты на грудник набедренник бинка я пинке я ставлю как его зовут в общем монаха воина шапка древняя корона перчатки не помню какие-то рандомные господи по моему и есть тинго дефаутные и и и Ты покупал какую-нибудь трансмагрификацию в чайном домике? Судок, вполне ничего. Надо будет глянуть. По-моему, я что-то покупал. Но не юзаю. Так. Эти-то парики. Заметил, что при броске лок цели подсказывает, когда тебе нужно отпустить кнопку для большего урона? А я заметил, что он что-то подсказывает. Но я не уверен, что это именно для большего урона или для чего. Типа, если до конца держать, будет меньше урон, чем если отпустить, когда она желтая. Сейчас больше, но сейчас он упавший был. Это вроде бы он издает. Для этого эзотерика нужна? Ну, у меня ее нет. Пока что. Пока что. Субтитры сделал DimaTorzok. ок м читерство первом ранит был тоже Тенгу, но он был не из тумана, так что он был многоразовым. Ау. Нет. Да, как он достает? Пока. Нет. Блин. Почему? Тут он тоже многоразовый, потому что он, блин, падает вниз и не умирает. Вернулся? Нет. Нет, он теперь там ходит, блин. Почему это место такое? Ну, хотя... Риптенгу? По-моему, риптенгу. Ладно. я пойду по этой стороне откуда ты вообще этот чувак обратно протонулся да почему почему тенгу не протонулся когда надо бывает человек такое я я протонусь вверх слишком быстро Девушки отдыхают... на блин чувак умри ты тоже и ты тоже он этот атакат неадекватен своими ваншотами сквозь блок он неадекватен своими чарджами супер резкими слегка и супер ваншотными ок дайте мне встать и подобрать душ да почему этот жест такой и а во-первых это может два раза да блин а во-вторых не получится потому что за может два раза достаточно чтобы убить на 1 я хотел попробовать перепрыгнуть стену так это проход дальше или от шорткат провод проход дальше мы слышим аубу может быть она выше также я пробегу открою шорткат здесь большой сюда мура а то тест мог брать бротин вы чё особенность не демона плюс совсем против становится я его только на первом прохождении пока что убивал потому что я не на первом прохождении еще там не был но я его убивал несколько раз разными чарами вообще никаких проблем у меня с ними как но чуть-чуть проблем было в том плане что он все-таки чуть сложный но проблемы были в первый раз по моему после того как я его один раз убил я на нем ни разу не риплся при том что убивал его раз 15 боюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, печально, что лут обратно в трупы убирается Ну я не зачистил эту пещеру, но на самом деле пофиг Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идеальный тайминг ДимаTorzok Может быть, кстати, на людей эффективнее не вот этот вот выпад двумя топориками, а прыжок ДимаTorzok 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 Чувак, умри Просто умри Текст Понятия не имею, что это, но текст ДимаTorzok ДимаTorzok Ну и изи ДимаTorzok 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 так вообще сюда еще зайти получить немножко славы 16000 огня он не сойдет и торговля преображение это явно стоит купить и это явно стоит купить там нет второго не и маме стоит короче во все остальные не нужны может быть мари еще и теперь можно преобразится что-то можно было еще раз видимо купить по моему зима степ один за за первую часть а второго можно купить не знаю зачем преображение если если есть создание персонажа ну хотя голоден квест с зубкой так ну и следующий регион потому что в этом я больше ничего не хочу делать пока что если мне будет не хватать квестов то может быть так это это быстро проходится потому что дуэль но не одеяние странствующей служительницы может быть стоит выбить локон самурая тоже может быть стоит выбить ну сначала сюда тут уже не сюжетные в прогресс идут они и в первой части шли класс двойные рога и не падали топорики лучше вообще как-то оружие не падало также мне на самом деле уже не нужны топорики могу еще чуть-чуть побегаем раз я какие-то скиллы взял но и и и и и и и и и надо было спрыгнуть на статую кстати а не приходить сюда это так кстати должна хорошо рога ломать не в помещениях потому что блин потолки мешают я пытаюсь его парировать как будто мне не такое парирование серьезно он задоджил мой бэкстаб чувак иди нафиг также топорики не кидаются вниз хорошая пушка и и и и и и и и классный бросок привороте не очень полезны потому что могу он не наносит вообще веселый это как с кусыригамы она цепи не может врага притянуть если он ниже или выше в принципе топорить похоже на кусыригаму кажется только хуже не это нифига него моя дорога нормально типа у кусыригамы тоже есть спам но он сразу доступен и не через навык у кусыригамы тоже есть броски например на такое же расстояние только они подтягивают походе не все как-то в целом кусыригамы лучше мне кажется оказывается тут два статуи в этой пещере но видимо я ошибаюсь короче я просто пойду пробегу квест кому нужны статуи когда можно просто пойти на арену и 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 Я слегка не понимаю, как с ригами сражаться, когда враг не дает больших опенингов Типа Стенгу с теми же самыми Потому что у нее нет мощных одиночных атак Ну ладно А каменелый глаз это вообще что? Из кого? Не уверен Сколько новых врагов добавили, а тенгу как были, так и остались одними из самых опасных Но ведь нет, они очень легкие Хм, два региона сразу И миллион этих квестов Страшно Тут локон самурая дает, а тут локон мага мёда На самом деле мне некуда девать поинты маги Хм, но кстати Если мне еще регионы открыли А то мне нужно в пятый Это не пятый Но я посмотрю сначала, что здесь еще есть Как-то ничего особо хорошего Броня завоевателя По-моему мне нужно в пятый Может быть нет Может быть в шестой Видимо да На квест Установление гармонии или что-то типа того Чтобы скрафтить себе Сет, который я хочу Так, ну гоу куда-нибудь На какие-нибудь Квесты с какими-нибудь чертежами Типа вот это Воин Ммм Ладно, гоу Мне не очень нравится этот квест Но это кстати повод пройти его Да, он мне не нравится Это повод пройти его полностью В том плане, что Когда я его проходил В первом ране То я не весь его увидел Потому что Он внезапно заканчивается А тут можно Весело посмотреть В первом ране В общем да Тут пять точек на карте И одна из них завершает квест Причем одна и та же каждый раз Но как-то отметить Что вот это конец квеста А вот это вот это Бонусные куски Которые облегчают этот конец квеста И дают Диалоги Это, видимо, слишком сложно Ммм, сейчас Костетка Костетка как по ощущениям топ оружия Вольф будешь юзать? Ммм Юзать-то буду Чуть Не знаю Мне они не особо нравятся Мне костеты кажутся более хреновыми тонфами Может быть с эзотерикой они будут лучше Надо, кстати, попроходить всякие квесты Потому что у меня Открыты все квесты на эзотерику Кроме Ксаригамы Но я их нифига не проходил На тот взгляд Лучшая пушка для прокачки в мадью Глефа или посох Оно и то, и то Хорошо Они просто играются немножко по-разному Мне Глефа больше нравится Оно и то, и то, и то Я спрятаю Эй, чувак Почему? Блин, он еще жив Ну во хрен, чувак К тебе это тоже относится Почему у Ксаригамы в основном удары грузом, а не серпом? Ну, разные атаки разными Разными частями бьют Мне кажется, вот эта вот самая эффективная атака Ксаригама В принципе Она хорошо ломает Рога Она спам ДПС И все такое Подсечка Это какой-то Так, как-то вас много Ну, я думаю, сделаю так Раз вас как-то много Блин, если бы это был трекинг какой-то Она была бы значительно лучше Ээээ, можно добивалку? Да Да Не такую добивалку Не по мне Здесь важнее в охоте на монстров или здесь? Честно Механический монстр хантеров Все сильно сложнее В плане, там, мув, сетов, врагов и всего такого Блин, у меня еще кто-то сакрился Иди нафиг со своим грабом, чувак Просто умри Ты тоже Ну да, мне не очень нравится кустырикам И мне не очень нравится топорики Не знаю, насколько это заметно Но я не понимаю, что делать с врагами У которых маленькие опенинги Типа тенгу Я не понимаю, что делать с врагами, которые Группами большими Типа толпа людей Ауешные атаки у меня только в средней стойке Они не дамажат вообще никак Точнее, они дамажат Средненько, но они не пробивают блок вообще никак То есть, если противник блочит То я им ничего не делаю Если их несколько блочит В верхней стойке это медленно И не ауешено Так что пока я бью одного Меня бьют еще четверо И я умираю Так Так не уверен нафига мне сюда хорошо взорвался а а а а а а а а можно добиваться они просто всего спасибо кто-то агрец я не знаю кто типа сквозь стены чувак они наверху чувак а 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 и а а а а а из 3 теляшки она меня не видит в 1 сотни начали что дает один дополнительный шанс выполнить задание какого-либо свитка с изображением про демонов круто так вообще стоп тут нельзя пройти нет тут можно пройти чувак вот пошли убивать будет если один ран по него 2 нет пока чувак как добавить расходники вы избранные любимые предметы изменю использование блин почему диалог про скипауса или он не про скипаус а договорил так быстро типа мы запустим диалог и одновременно с этим заспавним оба и если ты будешь нажимать какие-нибудь атаки то диалог про скипается что вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Ок Ты проходил Jedi Fallen Order? Как относишься к игре? А проходил, есть где-то записи стримов на канале Игра очень кривая, сбагована и не очень хорошая Так что не особо хорошо отношусь Типа ее слегка вытягивает сеттинг Но во всем остальном, ну... 7 из 10 может быть Типа не совсем говно, но и не особо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, это как-то пофиг, но боевка унылая и кривая Вау Платформинг унылый и кривой Сюжет не особо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему у тебя заглянание не учится по 6 штук У меня максимум по 3 берется Я никак не могу понять, как делать 6 Нужно еще несколько уровней вкачать в этот же навык Прокачивать их можно больше брать В смысле, в Нинджоке самом Не сдайся Может быть, изначально их нельзя вкачать больше одного уровня, пока не пройдешь что-нибудь Не уверен на счет этого Не помню, можно тут отнимать и сразу качать до максимума или нужно скиллы сначала А не скиллайте, класс Нет, блин, сзади Нет, блин, сзади Нет, блин, сзади Субтитры сделал DimaTorzok Душа, неплохо One more exotic, спасибо за 30 рублей Привет, Вай Что думаешь по поводу ликов трейлера Элден Ринга? Сори, если тебя задолбали этим вопросом, только смог зайти на стрим Ничего не думаю, не видел пока что Видел, что она какая-то экранка или типа того Погоди Погоди Ты самураи, как раньше Теперь, когда лорд Нобунага умер, как ты планируешь жить? Как и мне Это все, что я могу сделать Да-да, чувак В общем, да Не смотрел Выпустят нормальный трейлер Тогда посмотрю А так пофиг Кто худший враг и босс в игре? Можно сразу Мне совершенно не нравится Юки, как босс Мне не нравится Ну типа Дайдер Ботч Или как он называется Это примерно Вальнир Он хреновый, но он пофиг Юки на самом деле тоже хреновый, но он пофиг Что на нем рипаться, по-моему, довольно сложно По крайней мере на первом прохождении Ну типа На нем рипаешься, пока не поймешь, как его убивать А потом на нем рипаться довольно сложно То же самое с Дайдер Ботч Насчет врагов не уверен Мне не нравится Мне не нравится в третьем ДЛЦ Усиленные версии обычных мобов Типа Фуки Короко усиленный Как он там называется Который белый Они все немножко бесят Можно сразу в смысле Вкинуть плюсики в сперва Ага, ясно Ну Так, ну ладно Локон мага мне не очень нужен И там, и там Это можно пройти Потому что это быстро Сейчас, стоп Сарегама у меня не вкачалась Потому что если вкачалась Я хочу Да, вкачалась И я хочу ее выкинуть Больше никогда не трогать Дайте мне глефу Дайте мне заблочить Вот это вот все Тут мне что-то выпадало Четки Типа море Гребень Но оно все не особо хорошо Ну да Кусарегама Хочетшая пушка В него два Она мне не нравится Как бы она довольно эффективна Меньше всего Мне нравится топор Одиночный Дальше топор И кусарегама Дальше топор я не успел нет блин я пытался выбить и у него кончилась стамина но когда он уже входил короче когда он уже восстанавливал все стамина так что он не уронился и в игре реально заодно прохождение достаточно качать стойкость чтобы быстро уклоняться тяжелой брони или никак несмотря в какой именно тяжелой брони но довольно сложно какой-то невозможно тебя пробовал блин он бинка или бинки я постоянно путаю но короче себя бин кого-то там там даже 90 не хватает но как бы ухты хотя эффективность способностью коня тогда не ухты я думал рон способности кай вся было бы круто но типа если не нужны прям все сетовые бонусы тяжелой брони то хороший вариант это не эквипать террасу потому что она самая тяжелая эквипнуть все остальное и взять какую-нибудь лёгкую легкий нагрудник и тогда она довольно легко влезает даже даже самая тяжелая броня наверное и по защите получается хорошо и вообще по всему но это не работает если нужен полный сетовый бонус так ладно были кто-то еще какие-то чертежи в этом регионе не особо а в этом что-то где тут было по моему типа да здесь ну гоу хотя этот квест не особо блин напомните меня после после квеста поменять внешку что-то и Субтитры сделал DimaTorzok не знаю не хочу все защищать так что просто пробегу крест блин а можно замедление не применять когда я блокирую атаку шорткат есть вот будет не сверху прыгать как на первой сложности не помню прыгал и я точно не знаю даже приду ли он то что его убил в заранее ну вот он выезжал а я сюда не ходил когда этот раз проходил на первой сложности а правда тут ничего особо ценное нет просто комната ну и все плюс квест дадут следующий регион наверное не наверное нужно еще парочку надо чувак слишком много говоришь совсем слишком много говоришь отец древний текст и солнце душ плюс урон и плюс отмена урона внешка ну не знаю вот такую на квест и и в пятый регион леву прокачай а надо еще стоп не хочу посмотреть карту страны не от нихи и жена блин надо левом не сейчас мало что дает так что откажется прокачаю это не сильно поможет тут есть локон самурая гау квест конечно но тут два чувака с которых падают скиллы так что может быть он того стоит не знаю слишком рукава тут блин у половины сетов проблема что слишком рукава но также Гоу-катану И так же Надо что-нибудь Что-нибудь взять, может быть Может быть вот это, кстати Нет Так Мне больше ничего нет Ладно Не очень нравится этот скин меч Ладно Мне так же не очень нравится этот скин перца Слишком вопли И рукава Рука вопли Вау, не ванчатится Круто 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 Урона не хватает Но Да Это проблема того, что Я не вкачан В мечи На этой сложности Мне уже будет всему урона Не хватать, кроме того Что у меня основной билд Круто 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 Но зато Можно крутые комбо набивать Слегка Мне очень нравится Вот это вот комбо Навык, который Удар ножными И после него три удара Прикольно смотрится И в принципе Неплохо дамажит И по По времени Нормально По таймингу Сейчас нифига не видно Что происходит Потому что Место Ну типа Сильно Слабо И потом еще сильно Надо будет взять Еще меч медитации В верхнюю стойку Нет чу-поинта Нет А скоро Довольно скоро Не особенно помню Куда мне на этом Квосте идти Но пройди сюда Как же я вот этот Навык не понимаю Он как-то иногда Не работает Который Дашь противника И прыжок Ладно Тут есть Shortcut Вот так Также по-моему Можно было То ли в эту комнату Спрыгнуть Да Что? А Ну да В какую-то комнату Можно было Спрыгнуть Это не хочу Почему Это не хочет Непонятно Как на твой взгляд Волосатый замок Из него два Достойные Наследник Кематного Рочи Или дешевая Подделка По-моему По-моему Оно Лучше Но не сильно Что-то И то И то Довольно Трэшевые боссы Но замок Мне нравится Больше Достой Если качаешь гляф, встают ее цветы и стрелы, так как у них скейлинг от магии. Их меньше. Ну, по крайней мере, в том плане, что реже падают. Блин, колеса на этом классе абсолютно ужасные, потому что тут нет места для них. Тут везде огонь и странные коридоры. Как его обходить? Сквозь огонь. И это его закидывает в огонь. Как его дамажить? Никак. Короче, вам вот так. Зайдет. В первой части колеса были адекватнее, но как бы... Как враги они тут интереснее, но расположение у них почти всегда неадекватно. В первой части у них была анимация. Татьяне урон хитбоксом. Не, урон хитбоксом у них тоже был. Вот так. ты парни все-таки марта стил они норм не тестил я их случайно разобрал они у меня были но после этого у меня их не было еще шорткат можно сбегать сюда и упасть в комнату где источник по моему значит я путаю и поехали страдать на копейщике особенно если с этой пушки на него пойду а я пойду как же за ящиками кому нужен код все нужно было забавиться до того как заходить на арену а а а а а а Продолжение следует... 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 Я вообще, по-моему, всего лишь два скилла выбивал с кого-либо А, не-не-не, там где несколько чарджей Он не для катана, он для всего Который Блин, не там нюшка Вот этот? Не знаю, в большинстве ситуаций есть более хорошие варианты Блин, не будь в огне, хрень Э, как я не попал? Я достаточно близко был О Безумя Мне за первое прохождение вообще никто ни один скилл не дропнул Ну, мне дропнул копейщик Крутилку после прыжка Или что-то такое, по-моему А, и Аквамен дропнул на Кусырикама скилл Тоже что-то там после прыжка Короче, все хотят, чтобы я прыгал Дайте мне сделать, ай Кто вообще тут мир тьмы делает? Да, Хэбус еще что-то дропал Под рекламу Кон 붙ен Наí Что вам? Шесть а а можно я не буду сквозь противник прочарчиваться видимо нельзя блин да сколько тут этих сраных аркебузеров умри ну минус всем оба здесь уже хорошо тут чувак со свитком может быть стоит его призвать кстати типа что я теряю могут тут не будут респауниться по большей части а так может ведь получу так ну теперь можно пойти и посидеть у святилища идти на босса я хочу еще всего 2 хапнуть или отвагу скорость исполнения ки но не всего 2 до 25 тоже и умирать начинаете а или на колесе это тут вообще подло и Субтитры сделал DimaTorzok Блин Этот топор очень бесит И вот этот тут респаун очень бесит Респаунишься и сгораешь Да, его бросок топора, который создает лужу Он, не знаю, я не понимаю Как от него уворачиваться нормально И если у меня мало хп, то он этим просто добивает Без особых шансов Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну я мертв, нет, удивительно Теперь я мертв, потому что он сейчас будет бегать по всей арене и оставлять ауешки Ауешки И он воткнул свои топоры в стену? Я думаю, ему нужно немножко воды и немножко смерти. Ок. Ну да, неприятный босс. Если бы у него не ломалась камера, то было бы немножко лучше. Но все равно слегка неприятно, потому что лужи по всей арене. Ок. Мечта. Ну, мечтает хорошо, потому что мне дадут то, что мне нужно. По-моему. Смени вняшку, да. Эту вняшку лучше всего. Так. Возвращение гармонии. Ведите Канемецию и доспехи Война Амеда. То, что мне нужно. Поехали. Проблема в том, что это Ревен Секуна. А можно он как будет подогнать? Я с ним так и не научился сражаться. Ревен Секуна. я ничего не понимаю не отстать в основном я не понимаю блин этого босса и когда его бить если он постоянно спамят всякие крутилки выстрелы еще что-нибудь нет также этот граб не контрится каунтерами потому что красным каунтером потому что красный каунтер в основном нет 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 Рип, блин, сраная стамина. И сраный лук. 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 Лук. И сраный лук. И сраный лук. И сраный лук. И сраный лук. лук. И сраный лук. И сраный лук. лук. И сраный лук. И сраный лук. И сраный лук. И сраный лук. лук. И сраный лук. И сраный лук. лук. И сраный 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 лук. агрона нужно искать не тогда тисака не влезет так не очень так удачи об наверное оставил и мне нужна силу магия может быть чувство врага тоже имеет смысл его минус 25 минус 29 процентов урона в блоке элементального пусть будет если у меня стойкость от периодического урона на каком-нибудь там не знаю нет 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 надо ролить стойкости быстрее нехватка дыхания проходит но видимо не на шлеме тут вот стойкость периодический урон силу магии шанс выпадения предметов ну и норм бонус маски сета разве стакается все такие бонусы стакаются но они стакаются хреново то есть и поможет единичка урона у меня прибавится от маски а может быть даже и нет шанс выпадения предметов пусть будет сил атаки длина можно в частных статах и можно нетронутую магию ролить не так много нормального умбрацита так что я не хочу его тратить на всякую силу атаки типа на желтые статы но так же она на каждый рироу тратит двадцать одну тысячу денег так что может быть стоит но посмотрим нетронутая магия пусть будет силу атаки плюс 21 пусть будет и в последний слот мне нужна силу магия меда но с этим все плохо но видимо стоит качественно заролить или быстрое восстановление чуть потеряю магии конечно но ладно пусть будет пока что тут всего магия меда плюс 8 скорость бега 2 процента ничего особо не меняет нападение предметов пусть будет пока что и ноги она пофиг качественный и я бы хотел наверное дроп предметов пусть будет а теперь проблема в том что все это плюс ноль по большей части так что надо еще если я не в это все 1 до нормальных уровней если мне с чем склеивать не уверен типа в плюс 1 плюс 2 плюс 3 пока что так оставлю броня сет мастера лучника я не буду использовать так что так сет мастера меча тоже дремлющего демона даже плюс 3 руки а можно не не ломать все вот так что почему игра что с тобой видимо я перезайду минуту если смогу из нее выйти вообще секунду бак сегодняшним обновлением появился у и А, так, секунду еще Я не уверен, насколько оно делает минус глаза в данный момент Но Нио Немножко нехорошо работает иногда В том плане, что если попытаться сальтабиться при загрузке Оно у меня почему-то убивает Всю картинку на всем и везде До перевключения монитора Иногда Что ты пытаешься кликнуть в другое окно, пока оно грузится И оно как бы все фризит И кажется, что все зафризилось нахрен И нужно просто там резет сжать Но на самом деле помогает выключить-включить монитор Так, не, не сюда Не сюда Так, что это было? Перчатки? У меня их... Ну не, у меня их слегка есть куда апать Так Так Обедренник Обедренник Ну Сделать типа плюс 3 и все И у меня останется 32 тысячи Но зато у меня нормальный сет и он весь плюс 3 Кроме... Не, не кроме брони, все нормально Мне не хватит денег, чтобы фэшн поменять Скорее всего Ну, сейчас посмотрим Можно поменять только... Только террасу, потому что у нее минус... Минус глазные рукава Остальное, в принципе, и так нормально смотрится Надо только подобрать что-то сочетающееся Ну это, кстати, тоже синяя Как и эта Ну или опять же уголовные палаты Или это вообще Тут есть шарф Оно не очень сочетается с этими штанами Тут все тяжелое Это этот же сет Хм... Не знаю, как это такое Буду синим И может быть маску поменять на что-нибудь Маска, конечно, прикольная, но... Мм... Вообще-то пусть будет Норм Норм Интересно, насколько ДПС сменился Но я, в принципе, могу посмотреть Потому что так у меня 1812 По-моему, она тут отображается Или нет Потому что сетовый бонус я потерял Так что не, не отображается Ну ладно Можно В тренировку пойти И там посмотреть В окне персонажа Тут По-моему, тут Те же самые 1812 Типа 716 Так Сейчас выяснится, что было лучше 708 Так Ну, было почти так же, на самом деле А если без маски 733 733 735 А если без маски Ну, короче, плюс 30 урона Почему сначала было 716 Наверное, потому что дополнительный урон Прилижная противника Блин Это немножко мешает А если без него А если без него 716 Так 715 715 Ну, я говорю, оно где-то единичку дает И еще садинестра слишком сложно найти этот меч но тут на самом деле еще и уменьшение всего атаки на противника то есть когда в него кастуя магии у него дебаф и можно еще чуть-чуть урона прибавить тем что заролить силу магия меда на всем на чем она не заролена то есть на перчатках и все по сути можно следуем статам туда вот я также по моему мне глефа не переделана или переделана не по моим переделана стилинг но может быть ее можно еще раз там что-то такое было блин как можно было а а можно 2 выделить или нет нет как-то можно было сделать это переделку два стата типово что-то будет а минусы b плюс вместо того что а или или ccb плюс но это хуже совсем чуть хуже если сложение докачаю до упора то будет наверное лучше так пошли посмотрим свитки немножко что у меня есть андроте магарна атака прочность монах колесо и паук шанс выпадения предметов и панда тарай малым беду заряд аниме эти три у меня уже есть заряд аниме это хорошо шанс выпадения предметов это хорошо прочность более-менее пофиг то 198 мне нужно заролить на чем-нибудь прочность ну или опять же свиток взять но посмотрим сколько там этой прочности также свиток с боссами всегда весело а а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну хотя Андрейке это очень условный босс А с этого чувака падает скилл на удачу Вроде бы неплохой Типа вот эта крутилка Нет Вау, он не доехал По-моему, у него такого не было на первом прохождении Субтитры сделал DimaTorzok Урон киев в ближнем бою и элементальный урон Неплохо, кстати Элементальный урон Это, кстати, по-моему, не совсем то Что кажется, что это не повышает мой элементальный урон В принципе А это повышает урон Когда у меня пушка обмазана Чем угодно И оно глобально повышает Вроде бы так Или я путаю от какой-то другой стат Который тоже там, типа, элементальное что-то Урон элементальными ударами Или что-то подобное В общем, такое есть вроде бы Да ладно А что тут еще предлагается Ничего хорошего Древний текст доспехи Макомея Гоу Это реально просто вроде Ну или что-то такое Лок, лок Можно переключиться на вот этого чувака? Я понимаю, что он сзади Но я не могу повернуть камеру так, чтобы он был не сзади Потому что лок Так, ты умирай, сперва А Ты умрешь второй Нет А блин Можно не выбивать меня, когда я вообще не с вами сражаюсь? Окей Все? Все Арена легкая, но все бесит На этой первой На этой, в принципе, тоже, потому что стрелки постоянные Ленг, давай ты вот сюда придешь Ну хотя Это не тот, кого я пытаюсь Нафиг иди, скелят Ты тоже Хоть ты и не стелят Спасибо за субтитры О, спасибо за субтитры chic Я не могу Мне, если б, шута Алена ... Бои Грил Тебя 唉 Ну а По Мне б Ну а Грил А он зададжил безумие теперь можно и станку разобраться англ смотри у тебя понежно атака надо меньше юзать молнии и больше из все остальное потому что молнии замедляют избивать тайминге как вообще работают пассивки типа некоторые боевые искусства становится название как понять какие именно искусство это назначается здесь каждый такой баф можно назначить только на один скилл в одной пушки теперь могу в каждой пушки поназначать на что-нибудь допустим таинство воды друг друга не блочит но в одной и той же не могу 20 она отменит причем один и тот же скилл в разных стойках это разный скилл это немножко напрягает а чувак достань блочить r1 плюс r2 поглощать амриту форме демона она и так поглощается во первых типа это просто быстрее и поглощать во вторых она как-то вообще ничего не делать в том плане что втягиваешь эту амриту и получаешь тип там плюс один процент длительности может быть если прям супер массово билдится индикатором рит и все остальное с этим связано это она будет лучше и и и и и исполнит готов чтобы здесь через талисманы а по моему больше трех нельзя а блин можно меня не зажимать в углу так ну плюс кост так что еще тут ничего хорошего тут ничего хорошего вот ничего хорошего вот ничего хорошего и тут ничего хорошего короче нигде ничего хорошего видимо можно дуэли потыкать насколько полезен урон навыков при игре через смену стоят на как бы смена стоит это навыки или что если прогресс речь эти атаки скейлица трон на насколько я знаю и и и и так можно дать мне поселиться хоть как-то он спамить свои чарджа вот а репстаки а а а а а а а а а ок успехи высшего блага очень стильный что у боссов людей типа на гамас или шибаты нельзя их демоническую форму заимствовать после победы да вот это было бы круто а вообще хочу пойти в третий регион сюда это во первых еще одна дуэль так что это быстро во вторых тут падает несколько разных навыков на разные пушки типа на даче парники и просто катана а и 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 хотя бы дровень текст уже неплохо как я факел 1 мне надо еще штуки 3 квеста пройти и тут больше нет ничего интересного они наград и в плане квестов по идее вот эти вот квесты не считаются кстати которые онлайн вы по крайней мере они точно не нужны на награды за прохождение всех квестов то что за каждую сложность кроме первой может быть вот этой текущей за прохождение всех обычных квестов и сайты выдают какую-нибудь награду угол гу в баню а и и у и Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Интересно На паре квестов союзники просто реагировать на то, что залезаешь в источник Но увы Слишком редко Чувак Вылези оттуда Какое неудобное место, чтобы сражаться серьезно и вот сейчас он вылез нормальный угол а сначала нет я буду тусить в страны источники в котором невозможно драться а Серьезно, она его забафала? Почему союзники настолько мешают? У не говорил, что не tolerан, это то что хотел. Умри. Это же. Или нет, или сквозь NPC меня при чарджис Союзники уворачиваются от всяких грабов и прочих атак, которые бафают врагов, только если они между мной и этим врагом Типа, если союзник увернется так, что если в случае у ворота союзника я получу урон, то союзник уворачивается Если нет, то нет Зачем? 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 тут ничего нового почему мне не сделалось атака смены стоить я просто переключилась только верхнюю а а вас я не вижу что происходит я застакали в стену и все я не могу уворачиваться все это время держал блок а почему камера настолько ломается около стен что-то кажется первой части с этим было получше может быть там было меньше стены и дело в этом забавку а а и 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 and and когда у тебя ноль стремя мгновенная красная атака что я вообще не успею понять что происходит не то что прожать counter я тоже есть дальний бой и опять почему я все время на этом квесте проблемы с эндрой хотя потому что это блин эндра не то боли то маска не особо нужно ну что гоу пару быстрых дуэлей каких-нибудь и финальный квест проблема в том что я не помню где быстрые дуэли а это дуэль не уверен что быстро цвет считаются быстрыми дуэлями ну они считаются но они не не дают прогресса так что не особо а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это все, что было нужно. И теперь финальный квест. Новые сумеречные задания, которых раньше вообще не было. Типа которых на первой сложности не существовало. Интересно. Гоу сюда. И сюда. Что-нибудь еще есть интересное? Не особо. Так что сюда. И за это откроется следующая сложность. Получится ли у меня это пройти? Это другой вопрос. Но попробуем, по крайней мере. Пошли, чувак. Я не очень помню, куда именно. То есть туда. Я не очень помню, как именно. Не похоже, что так. Но хотя... Нет. Можно сюда спрыгнуть. Да, это именно то, куда мне нужно. Могу очень не самый плохой босс. С ним весело сражаться. Не считая его телепортов за спину, которые ломают камеру. Он как-то очень странно сбалансирован, что его выстрелы очень дохрена стамины сносят, если их блочить. Если бы они сносили раза в два меньше, то вообще было бы идеально. Опс. А так, как бы, если он стреляет и его блочит, что-то сносит полстамины в первом прохождении за выстрел. А он часто стреляет не по одному разу, а чередями. А можно я просто побегу мимо? Можно. Это адекватнее. Я всего лишь хочу поначалу на босс. Хотя тут все плохо по пути. Ну или нет. Или нормально. Забыл, что он так умеет. Что у него есть формы духов. О, что у него есть формы? а а а а а а а Водевайся. И еще выбивайся. Нет. Нет. то что хотел садьбов так у меня тоже есть демоническая форма если бы она камеру не разворачивал было немножко адекватно вот а а вот а 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 нас 5 правители тоже санаги над тюруги а а и а и все хороший дроп финального босса душа по крайней мере но это была вторая сложность и иска не ура урон способности к и способностью к и пульсации и хорошие атакимара и вы не юзу особо но вроде был неплохой дух сам по себя против крупных противников и это хорошие статы и теперь сон демона на сне демоны уже начинают падать новые шмотки или еще нет оранжевая по моему еще нет правильно я пока что хочу вернуться на первую сложность во первых эквипнуть иска не вместо этого наверное не вместо веера он хуже 2 процента скорости исполнения ки как-то пофиг а в остальном тут только удачи нормально но и силам они но до уменьшение требуемого количество предметов комплекта минус один не суммируется так что теперь я могу взять и выкинуть что-нибудь из своего сято и взять какие-нибудь там три куска другого сято неплохим вариантом было бы взять мага меда не воина шлем у меня и так свободен плюс какие-нибудь перчатки это будет бонус за три предмета и это будет плюс сего маги тоже гураль перфектно искание у меня денег не хватит на гол что мне на ней нужно хрен его знает на самом деле всего маги мне нужно учитывая что он не билет магию она как-то не ролится стойкость к периодическому урону бери быстрее восстановление она мне так наш мать есть защита от магия не помешает всего магия меда индикатором риты интересно это бы это даст больше с полного индикатора чем просто всего магия чем 21 как бы и можно ли их вместе скорее всего нет и да я потратил легендарную процент на этом чале можно было быки наверно оставить или шанс выпадения предмет тоже норм ну вроде неплохо можно найти что-нибудь на чем есть всего магии от индикатором риты ну или заролить на чем-то чисто по то есть если бы она урвалилась было бы немножко немножко лучше может быть защита мать я мешает ах ты здесь роллится удача от индикатором рит также скорее всего нет значит он не кончится блин удачи индикатором рит уже пять раз был а и и и и и и строят блин действительно идет встроенный стад действительно мешает и денег у меня нет и но вот здесь у нас разорвается можно продать какую-нибудь чайную посуду продажа типа вот это утрашиваю ок и глупо тестим и больше ничего на магию нет правильно ну не тронутая магия защита всякая нет пофиг рип все деньги в никуда на пофиг деньги не проблема что собираешь персонажи на вообще на магию на всякую на глифу которая скейлится от магии так сейчас у меня просто всего магия меда плюс 21 эффективнее то есть на магии конкретно 1731 а если поменять на это и получить индикатором рит полный 1763 то есть в принципе лучше а если вообще убрать об этих бонусах 1675 то есть 24 или сколько там 21 статус если х не дало типа 60 урона это дало еще 30 короче нужно заре ролить на индикатором риты но с другой стороны когда у меня пустой индикатором риты она ничего не будет давать но с другой стороны у меня пустой индикатором рит только в самом начале квеста и в самом конце квеста иногда на боссе когда я его уже добиваю можно их состакать вроде нет они друг друга облачет по моим сейчас я это не за роли потому что у меня нет браться это уже ладно можно конечно пройти сумеречные квесты не на этой сложности вообще хотел еще быстренько пойти сюда и попробовать допройти то что у меня не пройдено здесь и это топорики усригама топоры и катана окей и так ты желаешь узнать секреты владения мечом я щасанин косы наверное или косы я не знаю я познал суть этого искусства посвятил себя изучению сегенда в течение более сотни лет сразись со мной и я покажу тебе путь к просветлению гол думаю если ты на роль шурон пол не будет больше толку учитывая что у меня нет молнии на пушке нет ну и так же не не будет потому что молния дает копейку фига я я тоже хочу на километр проезжать когда я делаю а а а а а с и а а а и а и а а и и и а а а я почему у меня такой я не могу не могу использовать от навык но это кстати вариант если бы он подавал еще было вообще круто норм деревянный мяч заспамлена что за четверсти скилл издается не особо читерский медленный дамаг мало но в таких ситуациях работает чтобы выстоять против моей катаны требуется недюжный талант я поделюсь с тобой секретами мяча как и обещал забудь о гордыне и проявляю упорство в тренировках еще в самом начале пути есть егенда но я уже с нетерпением жду твоего следующего визита мне очень интересно насколько ты продвинешься в своем обучении топор а это ты ты конечно уже знаешь что в мастерстве блайн-топорах со мной великим саката кинки не сравнится никто давай же выясним кто из нас сильнее если покажешь себя достойная я с радостью обучить во всему что знаю от парах зато кстати у меня фуси отработает так что от магии скейлица мой урон у него прыжок какой-то у меня такой есть тоже такой навык хочу как он только что использовал я не уверен что у меня такой есть в топорах может он забивается из кого-нибудь может быть из него же на самом деле это я вряд ли пройду у меня все слишком плохо с топорами охранник охранник все да блин можно у тебя будут чуть-чуть менее бесконечные комбо ухожу пора есть но она конечно есть но мне не крикнут во первых я знаю что мне нужно сдавать нет чувак подожди я скила меня это все мастерство топора эпичный светящийся меч тут совершенно ни при чем длин парах не очень хорошо а он понял мою тактику иначе вспомнить а у яшка вокруг себя а кинтоки уже видел эту хрень он знает как с ней бороться кстати действительно на ней не знает изи так что там еще осталось топорики на них тоже нужно это эквипнуть но хотя у них и так есть дальнобойная атака почему она фризит почему она вылетела него за что я надеюсь у нас хранилось ну посмотрим не хочу еще раз выпинать этими этим скиллом это новый патч 127 похоже чувак добил втихаря вполне ну оно пройдено мы не увидели текст завершения квеста ладно остается кусыригамы и парни парни топорики гол похоже тебе еще учиться учиться пользоваться кусыригамой моих странствах по миру мертвых я совершил совершенствия стиль еще не освоил самые разные виды оружия одержи победы в дуэли со мной и я обучу тебя секретом кусыригамы как тебе такое предложение не на так то так то да но только я буду не косыригами сражаться если он так и будет выбивать себя всю сломену может и кусыригамы и и и и и и лучший скилл к стригамы просто спам верхней стойке это даже не скилл это просто дефолт атака это не навык какой-то это просто слабая дефолт атака не забудь качать из этого оружия родящих да надо бы еще топорик пройду если она не вылетит ты прекрасно обращаешься оружием победы с тобой и как мы договорились обучить вас к этому владенику среда мы захочешь узнать они больше знаешь где меня найти по моему ты меняют типа один раз зацепил как-то случайно так что не я как-нибудь сам ок я сражался с самыми злобными и кровожадными медведями чтобы отточить свои навыки боя на топориках и ты уж мне поверь ко мне никто даже прикоснуться не может если сможешь победить меня в частном бою я научу тебя обращаться в настоящий вихрь лезвий 4 и и а а и и и а блин а у меня по-моему нет тратинга на этой атаке можно у меня не докачано конечно опоритесь или напарник по усят похоже нет топор и типому все это похоже на наметательное оружие тоже так умею а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это да Ты движешься будто темный смерч Уговор дороже денег Я посвящу тебя в тайный бой на топориках Освоив эту технику Ты возможно будешь достойно служить моему господину наравне со мной Заглядывай еще Не, обойдусь Но хотя на NG+, придется Потому что там поинты за это дают Окей, теперь все вкачать У Глефа уже есть эзотерика У топориков Навыки позволяющие выполнять заряженный бросок Топориков наносят противникам больше урона При своевременном заряде и броске Или же Урон не зависит от дальности Мне кажется, это на самом деле лучше Но я могу и то, и то взять Ха Катана Увеличивает урон на 7 ударами мяча в спину противнику Или Снижает затраты ки при уклонении Если ваше основное оружие мяч А также дает больше времени для успешной своей временной защиты И то, и то Как-то не особо полезно Но пусть будет удар в спину Костяты Снижает расходы ки при соединении боевых искусств Если враг знает о ваше присутствии Или же Где второе вообще Вот оно Активируется при исполнении максимально возможного количества ки При пульсации ки Дополнительно продлевает действие навыка не свомленный Если бы оно в принципе Удлиняло длительность этого навыка А не только при пульсации ки То это было бы полезно Так что, наверное, это Ну не знаю У меня что-то, что-то трэш Копье Позволяет использовать в взмах копьем из любой стойки Так он только из верхней Но мне не нравится этот навык Так что нет Или же увеличивает силу ваших выпадов И увеличивает радиус зоны поражения А в первой части, кстати, было, что Копье не отскочивает от стен Но тут оно, по-моему, и так Это лучше, потому что этот навык я не использую в любом случае Топор Резко увеличивает урон Наносимый вами во время нахождения в мире Йокай За что? Или же резко увеличивает урон Наносимый ударами, которые снижают ваши запаски до нуля и ниже Почему эзотерика топоров такое говно? Что та, что та Ладно Осох у меня уже взят Соригама Увеличивает урон наносимый серпом И снижает затратки Или же увеличивает урон грузиком Это более хороший вариант, по-моему А на самом деле Слегка спойлер или типа того Но в эндгейме На оранжевых шмотках Можно заролить стат, что Можно взять обе эзотерики На конкретное оружие И вот у Косоригама, например Или у Глефы Обе хороши И имеет смысл их обе брать На топоре Обе говно Их вообще не имеет смысл брать Ну ладно Так При успешном нанесении противнику удара Расходы ки на последующие удары снижаются Эффект может быть усилен Если до истечения действия Вы успешно нанесете еще один удар Короче, с каждым попаданием Снижает расходы ки Или увеличивает урон Не, получаемый вами урон Снижает Это лучше Удачи Снижает затраты ки при использовании Рождение ветра и ветер заката Я их не особо использую Увеличивает наносимый вами урон Ки при нанесении атакующим противникам Лобовых ударов Короче, каунтеры Я это тоже не особо использую Но это как-то полезнее Потому что Эти навыки я вообще никогда не юзаю По сути И тонфы Позволяют, используя в танец демона Отменить выполнение техники боя на тонфах Или увеличивает урон Когда вы выполняете серию последовательных ударов Это по идее прикольно Но я не особенно с тонфами разбирался Но я возьму это И вроде бы все В магии у меня взята эзотерика Нинджицу у меня взята И экипинта Да Ну, все пушки вкачаны Дальше можно нормально играть Но Нормально играть мы будем завтра Может быть я за кадром пробегу Сумеречные квесты По крайней мере какие-то А может быть и нет Не уверен Посмотрим Ну а на сегодня на этом все Я надеюсь вам понравился стрим Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok